Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Разрешите вас поприветствовать на площадках библиотеки университета Ни Кутафина. Сегодня у нас, несмотря на это, даже бы сказала вопреки календарю, совсем не шуточный повод. Кафедра корпоративного предпринимательского права пришла рассказать нам о своем новом издании, об учебнике инвестиционное право. И сегодня авторский коллектив непосредственно в библиотеке представлен Инной Владимировной Ершовой, Эмью Юрьевичем Петраховым, Ольгой Михайловной Шевченко и Натальей Николаевной Докторовой. Уже по именам вы видите, что учебник был написан в сотрудничестве, в весьма продуктивном сотрудничестве между кафедрами, подразделениями, даже внешними участниками, которые вошли в авторский коллектив. Инна Владимировна, пожалуйста, в нескольких словах ставьте, пожалуйста, своих коллег и несколько слов о вашем новом издании, о новом учебнике. Большое спасибо. Но первое, с чего мне хотелось начать, это, конечно, со слов благодарности нашей библиотеке, университета имени Олега Емельяновича Кутафина за вот этот замечательный проект, когда авторы могут представить свои труды, рассказать о них, пообщаться с читателями. Огромное спасибо. Это очень ценно. Сегодня мы поговорим об учебнике «Инвестиционное право», который, как уже было сказано, подготовлен в рамках нашего университета имени Олега Емельяновича Кутафина. И ответственными редакторами этого учебника выступил ваш покорный слуга и кандидат юридических наук Петраков Андрей Юрьевич. Учебник увидел свет в издательстве «Проспект» в 2020 году. Ну и несколько слов о нем нам бы хотелось сказать. Ну, во-первых, первое, на что мне хотелось обратить внимание, что этот учебник «Инвестиционное право» – это не первый опыт издания учебной литературы по данной проблематике, поскольку вот я захватила его с собой в 2016 году, опять же, силами нашей кафедры предпринимательского и корпоративного права, было написано учебное пособие, в нем четыре автора, но жизнь не стоит на месте, появляются новые законодательные акты, развивается теория инвестиционного права, опять же, меняется правоприменительная практика, и все это надо было осмыслить и изложить для наших читателей. Надо сказать, что учебник в первую очередь ориентирован на магистратуру, он предназначен для студентов магистратуры, и на нашей кафедре есть две магистрские программы «Правовое сопровождение бизнеса», «Бизнес-юристы», «Корпоративное право». Конечно, в первую очередь мы для наших студентов писали эту книгу, но, конечно же, и для других студентов, которые учатся на других магистрских программах университета имени Олега Емельевича Кутафина, эта книга могла бы быть очень полезна. Но поскольку в книге много теории, доктрины, представлены различные точки зрения, то мы полагаем, что эта книга могла бы быть интересной, во всяком случае, редакционный издательский совет нашего университета именно так ее рекомендовал, также и для аспирантов, для кадров, которые учатся в аспирантуре, готовятся стать кадрами высшей квалификации и готовят себя к научно-исследовательской и педагогической деятельности. Вот это целевая аудитория нашего учебника. Что касается авторского коллектива учебника, то он, вот на слайде видно, очень разнообразен. Конечно, костяк авторов составили преподаватели нашей кафедры предпринимательского и корпоративного права. Это и ответственные редакторы, которые в этом учебнике являются и соавторами. Это наш ветеран нашей кафедры, профессор Родникова Галина Дмитриевна, которая стояла у истоков развития инвестиционного права в университете имени Олега Емельяновича Кутафина. И на нашей кафедре Галины Дмитриевны мы вас приветствуем. Это кандидаты юридических наук Ахрем Татьяна Петровна, Пролкина Елизавета Николаевна Шевченко, Ольга Михайловна, которые принимали участие в написании различных плав нашего учебника. Но проблематика инвестиционного права настолько многообразна, настолько она является межотрасливой, что, конечно же, было бы неправильно замыкать круг наших авторов, соавторов, лишь на представителях кафедры предпринимательского и корпоративного права. Сложно сейчас найти отношения, которые не были бы отягощены иностранным элементом. И поэтому Викторова Наталья Николаевна является соавтором нашего учебника. Мы благодарим Наталью Николаевну за то, что она вошла в наш коллектив. И хотим сказать, что у наших кафедр давно сложились очень дружеские, профессиональные, тесные отношения. И, наверное, едва ли не в каждой книге, которую мы сегодня готовим, относительно недавно вышел фундаментальный учебник правовой регулирования несостоятельности банкротства. Свою лепту вносят представители кафедры международного частного права. Конечно же, вот эта вот проблематика инвестиционного права очень близка к экономике. И вот один из авторов, Парванов Рашат Афатович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, представитель Государственного экономического университета имени Плеханова, внес свою лепту в наш учебник. Мы пригласили в авторский коллектив и практиков, да, Андрей Юрьевич? Это Мельчакова Олеся Владимировна, да, которая как раз-таки представляет федеральную антинопольную службу, как раз-таки по соответствию расположившейся. Она как раз является начальником управления по контролю с иностранными инвестициями. И наш взгляд, мы посчитали, что написать именно с теоретических основ, да, то есть сможет не только сотрудник, кто-нибудь в практической деятельности контролирует иностранный инвестиций Российской Федерации, но является также преподавательным университетом, дотентом кафедры конкурентного права нашего университета. Ну и не могу я не сказать о представителях РУДН, Российского университета, дружба народов, потому как сравнительно правовая проблематика в сфере инвестиционного права, она очень важна и интересна. И мы очень благодарны Ксении Михайловне Беликовой, которая приняла участие в подготовке главы нашего учебника и ее ученица Мария Махматова, которая относительно недавно защитила кандидатскую диссертацию по этой проблематике. Мне представляется, что авторский коллектив получился очень интересным, и каждый внес свой неоценимый вклад в наше общее дело, в дело подготовки учебника «Инвестиционное право». И мне бы хотелось сказать, что для нас очень важна была внешняя оценка. И выбор рецензентов, сейчас мы о них немножко подробнее скажем, был абсолютно осознанный. Хотелось, чтобы рецензентами был и теоретик, и практик, для того, чтобы взгляд на вот ту проблематику, на наш текст, на то, что мы предлагаем читателю, был вот таким комплексом. И в качестве рецензентов, чтобы соблюдать такой баланс теории и практики, мы попросили выступить, это как раз Дегущина Васильевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права, гражданского права, российской правоакадемии инвестра России, и Рачков Илья Витальевич, это кандидат юридических наук, доцент карты международного права МГИМО. И также он совмещает свою преподавательскую деятельность с практической, он является партнером, адвокатом юридической фирмы некоторых Савельев и партнера. И как раз таки, когда мы с ним общались по поводу вхождения в качестве рецензента, он рассказал, что в его практике, в практике их юридической фирмы, очень высока доля каких-то споров, дел, проектов, сказанных им в защите прав инвесторов, иностранных инвесторов, и он с радостью отвлекнулся на нашу просьбу и выступил рецензентом, изучив тоже наши рукописи на него положительные заключения. Да, ну а что касается Василия Васильевича, то энное количество лет назад, уже лет 10 назад, выходил авторский учебник Василия Васильевича Гущина по инвестиционному праву, и, конечно, взгляд такого уважаемого в этой сфере теоретика нам был очень и очень важен. Говоря о содержании учебника, следует отметить, что некоторые главы, конечно, очень традиционные, потому как общее положение об инвестиционном праве, правовое регулирование инвестиционной деятельности, это то, с чего начинается любой учебник по инвестиционному праву, и это абсолютно правильно. Но, как уже было сказано, нам важен был вот такой сравнительно правовой аспект обращения к законодательству не только национальному, но и наднациональному. В этой связи в учебнике представлена глава правовой регулирования инвестиционной деятельности в Евразийском экономическом союзе, а также правовой регулирования инвестиционной деятельности в сообществе членства России во всемирной торговой организации. Но и страны БРИЦ, это тоже очень важные партнеры Российской Федерации, и посему изложить основы, показать практику регулирования инвестиционной деятельности в этом содружестве международном, также представлялось очень-очень важно. Конечно, опять же, традиционные вопросы, такие как понятие инвестиции, инвестиционной деятельности, ну, может быть, они традиционные, но вместе с тем законодательство меняется, какие-то подходы к самим вот этим вот основным категориям тоже меняется, вот эта динамика прослежена в учебнике субъекта, объекта инвестиционной деятельности, публичный аспект, государственное регулирование инвестиционной деятельности, правовые формы ее осуществления, но и многие другие вопросы, которые нашли отражение в учебнике. Мы же когда тоже учебник писали и уже готовы были сдать его в издательство, постоянно уходили новые законодательные акты, да, и был опять-таки такой вопрос, а нужно ли нам их тоже включать, да, ну, естественно, нужно, мы все это включили, да, но тоже вот когда уже все готово, уже можно давать в издательство, была реформа с пиком, закон о краудфайдинг, специально-инвестеративные районы, закон о защите повышения капиталовложений, так называемый инвестиционный кодекс, который должен был таковым стать, они как раз-таки выходились и в период написания вот этого учебника, и он, можно сказать, постоянно даже на предредакторской подготовке все равно он претерповал изменения, да, и мы все эти инопшества, законодательства, мы их обязательно все инкорпорировали в этот учебник, и, как мы видим, это говорит о том, что тематика, она очень актуальна, да, и государство постоянно ищет новые механизмы, да, как раз-таки привлечения защиты инвестиций Российской Федерации. Кстати говоря, совершенно символично, что закон о защите поощрения капиталовложений это закон от 1 апреля 2020 года, да, вот мы сегодня собираемся 1 апреля 2021 года и говорим уже о этом законе как о действующем законодательном акте, так же, как, например, Андрей Юрьевич упомянул закон о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ, то есть краудфандинг, краудинвестинг, краудлизинг, лизинг, все это, лендинг, да, все это нашло отражение в нашем учебнике. Конечно, жизнь не стоит на месте, и появляются новые законодательные акты, появляется правоприменительная практика по этим новым законодательным и законным актам, и в этой связи мы надеемся, что этот учебник второй по счету, но не последний, да, наверняка инвестиционной проблематике у нас еще будут посвящены книги. Но вот мы видим на слайде, я надеюсь, что презентация видна всем, что глава 15 посвящена инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, и в этой связи мне бы очень хотелось предоставить слово для комментариев некоторых кандидату юридических наук, доценту нашей кафедры предпринимательского корпоративного права Шевченко Ольги Михайловне, очень известному специалисту по рынку ценных бумаг. Ну, собственно, Ольга Михайловна, вам слово. Спасибо большое, Инна Владимировна. Ну, мое участие в данном учебнике оно состояло в рассмотрении вопросов правового регулирования инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, и в савторстве с уважаемым тоже доцентом нашей кафедры, кандидатом юридических наук, доцентом Елизаветы Николаевны Пролукиной, мы также вот готовили главу, посвященную правовому регулированию форм коллективного инвестирования. То есть там у меня один параграф, и два параграфа у Елизаветы Николаевны. Ну, что касается моей главы по правовому регулированию инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, то здесь у меня рассмотрены были такие, наверное, самые верхние срез вопросы, касающиеся правового регулирования ориентационных бумаг, потому что очень обширное законодательство в данной сфере, и оно продолжает развиваться. В процессе издательской подготовки нашего учебника еще были приняты такие значимые ненормативные правовые акты, которые дополнили регулирование по данному вопросу. Но вот основные, конечно, положения, которые касаются и общей характеристики рынка ценных бумаг, и отчерчивания сферы законодательства, которая касается данных вопросов, и рассмотрение круга ценных бумаг как объектов именно инвестиционной деятельности, инвестиционных вложений, тоже вот все это нашло отражение в данной главе. В частности, я поставила там такой вопрос, являются ли всегда вложения в ценную бумагу инвестированием или нет. Потому что часто законодательное, даже не нормативное, в литературе приходится столкнуться с такими позициями, что вложение в ценную бумагу это всегда инвестиции. Но я пришла к выводу, что это не всегда является таковым, поскольку есть в разного назначения ценные бумаги с разными вариантами использования хозяйственной деятельности, и инвестированием будет только вложение в ценные бумаги тогда, когда там будут присутствовать признаки инвестиции, присмотренные инвестиционные законодательства. И наряду с этим, конечно, есть у нас группа самостоятельная ценных бумаг, она выделяется уже достаточно давно в научной литературе, так называемые инвестиционные ценные бумаги, которые изначально выпускаются с целью привлечь инвестиции. Это, прежде всего, эмиссионные бумаги, всем известные акции, облигации, и несколько более редко встречающиеся акционные имитенты в гиппозитарной расписке, ну и также неэмиссионные ценные бумаги инвестиционные, это ценные бумаги рынка коллективных инвестиций, инвестиционные пои, поевых инвестиционных фондов, и несколько более, опять же, редко встречающиеся ипотечные сертификаты участия. Но следует сказать, что, как уже было нами сказано, законодательство не стоит на месте, теперь у нас еще появился федеральный закон, который уже, в том числе, мы называли об инвестиционной деятельности с использованием инвестиционных платформ, и вот этим законом была введена еще одна ценная бумага, цифровое свидетельство, которое тоже потребовало некого анализа на предмет включения в действующую систему ценных бумаг. Я проанализировала в своей статье, которая вышла в вестнике МГУА от 2020 года, номер 7, наш кафедральный номер был, в статье цифровое свидетельство новой ценной бумаги, анализировала данные финансового инструмента и пришла к выводу о том, что его тоже следует отнести к числу инвестиционных ценных бумаг, поскольку обладает эта ценная бумага рядом признаков, которые схожи с инвестиционными и ценными бумагами коллективного инвестирования. Другой из высших и честного гроба, не комиссионным ценных бумагам коллективной инвестиционной, конечно, это инвестиционные бумаги нельзя, более подробно и на аргументацию я, наверное, адресирую в своей статье. И что еще, какой еще важный вопрос, я не могла обойти вниманием при написании главы учебника, это вопрос о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг. Вот мы посвящаем тоже отдельный параграф данной главы. И в конце, уже завершая, наверное, свои комментарии, хотела бы выразить надежду, что наши среды не останутся, скажем так, невостребованными, да, что они принесут пользу и в развитие того, что начато было при написании учебника «Инвестиционное право». У меня вышел отдельный учебник «Право-ритурение инвестиционных бумаг и коллективных инвестиций». Я надеюсь представить его более подробно в пранках Московского юридического форума по ЦИН «Московский форум» на секциях, в которых принимают участие, организованных в нашей кафедре «Инвестиционного права». Спасибо, Ольга Михайловна. А я вот позволю себе продолжить, держу в руках учебник наш, да, не могу просто не держать его в руках. И вот обратила внимание, что у нас есть замечательная четвертая глава «Правовой регулирования инвестиционной деятельности в условиях членства России во Всемирной торговой организации». И рядом все это автор этой главы. Но все понимают, что проблематика очень-очень сложная. Вообще соглашение в рамках Всемирной торговой организации, они сложны для понимания. И вот так вот их объяснить, рассказать и сказать, какие есть проблемы и сложности в реализации этих соглашений доступным языком, чтобы это было понятно и студентам, и преподавателям, и практикующим юристам, которые читают наши книги. Мне кажется, может только смогла только Викторова Наталья Николаевна, автор этой главы. И я с удовольствием предоставляю вам слово. Спасибо большое. Если позволите, прежде всего, Илья Владимировна, большое вам спасибо за то, что пригласили участвовать в написании такого прекрасного учебника. Для меня очень большая честь быть соавтором, членом такого прекрасного коллектива. И действительно, в настоящее время рассмотреть инвестиционные права, право регулирования инвестиций, наверное, в отрыве от иностранных инвестиций, в том, что народных договоров, которые регулируют отношения в этой сфере, наверное, нельзя. И вообще, я хотела бы отметить важный аспект, который затрагивает этот учебник. Это дается квалификация иностранных инвестиций, квалификация иностранного инвестора, что очень важно. Определены основные гарантии, которые предоставляются иностранным инвесторам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Что касается моей главы, которая посвящена документам ВТО в сфере инвестиций, основные документы, которые я проанализировала, это, конечно, три соглашения по связанным с торговой инвестиционным миром и три соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Я показала, что понимается под инвестиционными мерами в соответствии с ТРИМС и исследовала проблему применения этого документа для Российской Федерации. Что касается второго документа, ТРИПС, он устанавливает стандарты защиты интеллектуальной собственности. Но если мы с вами посмотрим международные договоры о защите инвестиций, например, посторонние соглашения о упрощении взаимной защиты капиталовложений, соглашения о свободной торговле, мы увидим, что и результаты интеллектуальной деятельности, они отнесены к инвестициям. И я показываю, поэтому здесь прослеживается прямая связь между документом ТРИПС и инвестиционными соглашениями. То есть связь – это очевидно. Мне показалось, что я достаточно… удалось мне проанализировать эти документы, показать важность этих документов для Российской Федерации. Я надеюсь, что, в том числе и глава, которую я написала, она будет интересна студентам, специалистам, которые интересуются этой сферой. Еще раз большое спасибо. Спасибо, Наталья Николаевна. Наталья Николаевна Стромского мне показалось, но мы-то с Андреем Юрьевичем, как ответственные редакторы, уверены, что у нас все получилось. И действительно, это очень востребованная, нужная и важная проблематика. Огромное спасибо. Мне бы хотелось продолжить буквально несколько слов общих еще сказать, прежде чем мы, наверное, будем отвечать на вопросы. И сказать, что инвестиционное право, проблематика инвестиционного права изучается в нашем университете на всех уровнях вашего образования. Это бакалавриате в специалитете, в частности, в рамках курса «Предпринимательское право» есть соответствующая тема. Я думаю, что и в международном частном праве есть соответствующая тема, да? Да, действительно, у нас в рамках международного частного права у нас есть раздел, посвященный иностранным инвестициям. У нас есть спецфуз, право регулирования иностранных инвестиций, где я всегда студентам рекомендую ваш учебник. Наши учебники. Уже наши учебники, да. Конечно, и я думаю, что пусть популярен, интересен. Да. А вот если мы идем выше, то магистратура здесь, в частности, в рамках магистрской программы правовое сопровождение бизнеса, бизнес-юриста. У нас есть отдельная учебная дисциплина. Инвестиционное право. И несмотря на то, что это дисциплина по выбору, она ежегодно выбирается студентами, которые понимают, что за инвестициями будущее. Я очень люблю банкротство, но банкротство – это все-таки некий негатив. А инвестиции – это позитив, это вклад в будущее. И очень хорошо, когда наше молодое поколение это осознает. Ну, а что касается аспирантуры, то, во-первых, соответствующая тема мы преподаем, когда студенты изучают дисциплину в рамках специальности 12.003 – гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право и преподаемое в аспекте и предпринимательского, и гражданского, и международного частного права, безусловно. И могу сказать, как председатель диссертационного совета, что аспиранты проявляют очень большое внимание, большой интерес к проблематике инвестиционного права, и довольно систематически появляются новые исследования в рамках кандидатских диссертаций и докторские диссертации, есть, касающиеся инвестиционного права. Ну, в частности, докторская диссертация Белицкой Анны Викторовны, которая относительно недавно, ну сколько уже, года полтора, где-то как-то назад была защищена в Московском государственном университете на капитале предпринимательского права юридического факультета. Ну, и другие работы, не буду сейчас утомлять наших уважаемых читателей перечислением, конечно, эта проблематика нужна, важна, и она очень востребована на всех уровнях, и в бакалавриате, в специалитете, и в магистратуре, и в аспирантуре. Безусловно, надеемся, что так будет и дальше. Ну, вот после того, как мы представили Андрею Юрьевича, я вас попрошу презентацию, можно вас попросить сюда? Спасибо большое, презентацию закрыть, для того, чтобы мы могли уже в ином формате общаться с нашими уважаемыми читателями, и нам, вот, да, можно попросить вас? Поступили некоторые... Закройте, пожалуйста, презентацию. Поступили некоторые вопросы. Вот вопрос от Шестопалова Александра Андреевича. Как считают уважаемые авторы, является ли инвестиционное право самостоятельной отраслью или нет? И вот в нашей встрече присутствует профессор Отнякова Галина Дмитриевна. Да, Галина Дмитриевна? Да. Я уже говорила, что Галина Дмитриевна у нас ветеран МГУА, один из основателей нашей кафедры предпринимательского и корпоративного права. И вот, Галина Дмитриевна, мне было бы очень приятно, если бы, может быть, на этот вопрос ответили бы вы, высказали вашу точку зрения, является ли инвестиционное право самостоятельное отраслью права? Ну, я думаю, отраслью не является. Если говорить об инвестиционном праве как отрасли, тогда надо к отрасли отнести инновационное право, другие крупные подразделения нашей науки. Но, я думаю, признаками подотрасли инвестиционное право обладает. И, соответственно, в нашем учебнике высказана точка зрения, что инвестиционное право – это подотрасли предпринимательского права. Ну, я думаю, что... Галина Дмитриевна, спасибо большое. Наша с вами точка зрения полностью совпадает. В этом вопросе и во всех остальных, я думаю, тоже. Но, видимо, в учебниках международного частного права написано иное, да, но там речь идет именно о иностранных инвестициях в первую очередь. Наталья Николаевна, а вы рассматриваете вот эту проблематику как институт международного частного права или как какое образование в рамках международного частного права? Или эта проблема вообще не актуальна? Ну, настоящие... Вообще, существуют различные точки зрения, действительно, на этот счет. Но я думаю, что скорее можно отнести как подряд несовершенности. Ну, вот тогда наши точки зрения совпадают, да. В зависимости от того, есть иностранный элемент или нет, подотрасли предпринимательского права либо подотрасли международного частного права. Очень интересный вопрос, который нам задали, уважаемые слушатели, читатели, каким образом можно узнавать о готовящихся коллективных монографиях, чтобы принять участие как автор? Я вот этот вопрос мне несколько поставил в тупик. Вот, но мы должны давать, видимо, анонсы, да, тех изданий, которые... ...как готовятся. Что, один проект библиотеки будет? Как стать соучаствором? Ну, может быть, да, приходить, вот это прекрасная идея. Спасибо, приходить в библиотеку и рассказывать о тех планах, которые у нас есть по вот изданию. А может быть, этот вопрос стоит адресовать, например, уважаемому Синякову Владимиру Николаевичу, который каждый год собирает с каждой кафедры планы научно-исследовательской деятельности. И, может быть, эти планы как-то, ну, популяризировать, делать их открытыми, доступными для того, чтобы авторы других кафедр... Кстати говоря, действительно очень хороший вопрос. И, может быть, это было бы такой инициативой, чтобы заинтересованные авторы могли тоже предложить какую-то проблематику для... На конкурсной основе. Да, безусловно, конечно. Мы надеемся на конкурсной основе предложить, в общем, свои проекты для включения в наши коллективные монографии и учебники. Ольга Михайловна, здесь еще есть вопрос. Мне что-то подсказывает, что это больше по вашему профилю. Вот третий вопрос. Да, очень такой объемный вопрос. Постараюсь прокомментировать. Пенсионный фонд или индивидуальный инвестиционный счет? Что лучше? Какая перспектива персональной инвестиционной деятельности? Может ли она быть в национальной замене ПФР? Позволит ли тенденции развития российского законодательства в области инвестиций положиться на финансовые инструменты в будущем? Ну, начну вот с первого. Вот вопроса. Пенсионный фонд или индивидуальный инвестиционный счет? Ну, я бы, наверное, не стала так вот ребром прямо ставить вопрос, что лучше. Наверное, все-таки пенсионный фонд, пусть он останется пенсионным фондом, и хорошо бы, чтобы он остался, да, таковым с некими гарантиями для будущих пенсионеров и для нынешних. Инвестиционный счет все-таки, наверное, это не как дополнение к нашим пенсионным отчислениям, с тем, чтобы, может быть, увеличить доходность. Понятно, что вот доходность, которая в пенсионных фондах, она, наверное, такая недостаточно низкая. Вот. Индивидуальный инвестиционный счет, который предлагают сейчас вот в банках открывать, ну, тоже я не скажу, что там высокая прям предлагается доходность, но здесь нужно иметь в виду то, что все-таки это, как и все инвестирование на фондовом рынке, достаточно рисковые операции, да, и по индивидуальному инвестиционному счету никто не гарантирует какие-либо там случаи падения фондового рынка строков, да, в отличие от пенсионных фондов, где есть некая-то там минимальная пенсия, такая, хотя бы небольшая, но гарантия, да, поэтому, ну, все эти индивидуальные инвестиционные инструменты, мы их рассматриваем, ну, как и некой рисковый механизм, который может принести доход, но мы должны быть готовы к тому, что он может привести к облудкам, даже вот к полному сведению нашего инвестирования к нулю. Какая перспектива персональной инвестиционной деятельности, может ли она быть полноценной заменой ПФР? Ну, мне кажется, я уже частично ответила, что, конечно, с полноценной заменой ПФР вряд ли персональная инвестиционная деятельность может стать, но благодаря тому, что сейчас у нас активно внедряются цифровые технологии, появляются различные приложения для смартфонов, которые у нас облегчают, да, вот этот инвестиционный процесс, мне кажется, что достаточно хорошие перспективы персональной инвестиционной деятельности и вот вовлеченность обычных граждан инвестиционной операции, я думаю, что в связи с цифровизацией у нас он будет увеличиваться. Что касается третьего вопроса, позволит взять тенденция развития российского законодательства в области инвестиций положиться на финансовые инструменты в будущем? Ну, здесь, мне кажется, данный вопрос, он больше не про права, он больше про экономику, поскольку финансовые инструменты, они на то и финансовые инструменты, то есть одной из характеристик их является риск, да, и полностью вот полагаться на будущее я бы не стала и, в общем-то, предостерегла бы от этого. Но что касается тенденции развития российского законодательства, то, с одной стороны, вот если мы возьмем регулирование фондового рынка традиционного, да, вот без документального фондового рынка, например, да, я бы здесь отметила тенденцию такое вот укрепление со стороны законодателя гарантий для инвесторов повышения требований к профессиональным субъектам на данном рынке, повышение уровня регулированности, вопрос повышения прозрачности. То есть здесь у нас тенденция говорит о том, что инвестор, такой частный, обычный, простой инвестор, он более становится защищенным, но параллельно у нас развивается некая такая цифровая область вот тех же самых инструментов. В частности, вот сейчас у нас недавно, да, вступил в силу федеральный закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, да, и так далее. И вот этот федеральный закон, ну, такой инструмент, как акции, которые выпускаются в виде цифровых финансовых активов. Достаточно неожиданный, мне кажется, для нашей системы регулирования ориентационных бумаг инструмент, поскольку одновременно у нас законодатель акции выпускаем в виде цифровых финансовых активов, признает и цифровыми правами, и одновременно они являются ценными бумагами. И в данном законе мы видим очень много изъятий в плане учета этих цифровых акций, так называемых, из общего регулирования, которое у нас есть в законе ориентационных бумаг. Поскольку достаточно большое количество норм закона, касающихся введения реестра, взаимодействия регистраторов, декузитариев, трансфера агентов, порядка предоставления информации из системы учета прав владельцев из документарных цифровых бумаг, они просто не применяются, то есть исключены из применения к этим новым цифровым акциям. Эти акции, выпускаемые в виде цифровых финансовых активов, они должны учитываться по правилам информационной платформы, обнадеживать то, что все-таки оператором информационной платформы, где могут размещаться такие акции, может быть регистратор на уровне цифровых бумаг, конституционирующий лицензию регистратора на фондовом рынке, поднадзорный банк в России. Но, тем не менее, порядок учета этих акций, он практически не урегулирован, то есть все отдается здесь на отпуск вот этого оператора информационной платформы, который будет устанавливать правила такого учета. Но мы знаем, что сейчас учет в информационных платформах основан на технологиях блокчейн, но законодатель нас не ограничивает только применение технологии блокчейна порядок учета информационных платформ, где может размещаться цифровые акции. И более того, даже у технологии блокчейн многими авторами и российскими, и зарубежными отмечается достаточно много таких недостатков, которые тоже не гарантируют полностью сохранность информации. И есть примеры какерских атак, когда просто уводились большое количество криптовалюты, например, путем какерской атаки или путем использования каких-то недостатков в цифровом коде в программе, которая была заложена в автоматизированную систему. Поэтому вот такая неурегулированность цифровой области мне видится новым неким вызовом. И сферы, где инвестор у нас будет в неименьшей степени защищен, если мы сравним с традиционным оборотом документарных цены бумаг. Ваша проблематика, она вот видно по тематике проспора поступает сейчас тоже в чат, она востребована, да, и все как раз таки думают о будущем, да, как раз куда инвестировать, да, и про ИИС, да, это здесь вот тоже сейчас нам коллеги помогут, да, с библиотеки, Наталья Михайловна, сейчас чай вопрос, как раз продолжать то, что мы сейчас говорили. А мне, правда, как ремарк по статистике, московская биржа, да, у нас подвела статистика, что 8 миллионов у нас участников, то открыли брокерские счета, да, то есть ИИСы они открыли тоже, то есть это колоссальное число частных инвесторов растет, и планируется, что в 2021 году они превысят 10 миллионов, то есть исходя из нашего количества населения, каждые 14 фактически, да, то есть каждые 12 у нас уже инвесторы, да, и поэтому тематика инвестирования, она очень популярна. А по нефессионным фондам, так они действительно действуют и у нас тоже рассматривается день не голова-голу, и есть замечательная тоже диссертация из Уральского старо-юридического университета Конькова и Кирилла, как раз посвященная именно нефессионным фондам, где тоже можно такую проблематику с головой окунуться на уровень диссертационного исследования. Наталья Михайловна, у нас есть вопросы в чате? Да, есть вопросы, Ольга Михайловна, действительно очень интересно, судя по всему, эта тема, которой вы занимаетесь, надо приходить и предоставлять свои публикации, почему мы вас ждем. Ольга Михайловна, или вопрос для всех от магистранта. Магистранты всегда испытывают большие сложности с подбором литературы, особенно той, которая помогает проводить исследования. Один из вопросов от магистранта. Анализируются ли в учебнике способ инвестирования в сравнение, новый способ инвестирования в сравнении с более традиционными способами инвестирования? Есть ли сравнение российского регулирования и иностранного регулирования? Присутствует ли анализ практической стороны данного инвестирования? Сейчас скажу, какое именно инвестирование. Пропустила немножко, вопрос огромный. Так, сейчас секундочку, вернусь к началу. Затем. Это еще по краудфону. Так, в учебнике исследуются вопросы связаны. Так, добрый день, коллеги. На данный момент пишу работу, связанную с привлечением инвестиционных платформ. В рамках сегодняшнего диалога мы неоднократно упомянули про то, что в учебнике исследуются соответствующие вопросы. Я столкнулся с нехваткой источников, а также с отсутствием большого количества исследований в практических аспектах. Скажите, пожалуйста, анализируются ли в данном учебнике данный способ инвестирования в сравнении с более традиционными способами инвестирования? Есть ли какое-то сравнение российского регулирования и иностранного регулирования? Присутствует ли анализ практической стороны данного инвестирования? Каковы, по мнению авторов, перспективы данного способа инвестирования? Ольга Михайловна, пожалуйста, очень кратко или отослать инвестратор к соответствующей терапии? Позвольте, я начну, может быть, коллеги продолжат. Да, что касается краудфандинга, краудинвестинга, то есть инвестирования с помощью инвестиционных платформ, то этому учебнике посвящена глава 14. И вот если даже ее открыть, то видно, что она насыщена практикоориентированным материалом. Здесь очень много гиперселлок на конкретные инвестиционные платформы, которые являются реально действующими проектами, с помощью которых происходит инвестирование, и причем мы проверяли все из них, да, все эти ссылки, они все работающие, ну, были работающими, во всяком случае, на момент написания учебника, и вот практика представлена полностью, то есть можно зайти, посмотреть на сайтах, как, что осуществляется. Более того, если бы я была магистрантом и писала работу, я бы, наверное, попробовала и проинвестировать с помощью этой платформы, пусть небольшую сумму, может быть, на решение какой-то такой социально значимой задачи, важной для общества, не обязательно именно для получения каких-то дивидендов, то есть здесь разные варианты есть. Если мы отвечаем дальше на вопрос, это вот я читаю название параграфа. Правовое регулирование краудфандинга и краудинвестинга в зарубежных странах, да, уже, по-моему, некий ответ на вопрос. Потом мы переходим к регулированию в России, которая на тот момент только-только появилась, да, и мы, можно сказать, на последнюю подножку трамваев скачили, успели изложить законодательный акт вот в нашем учебнике. Поэтому вот как мне представляется и теория вопроса, и практика, и примеры конкретных проектов в этой сфере, и зарубежное законодательство, и российское законодательство здесь представлены. Сейчас я передам слово коллегам, но могу сказать, что, конечно, проблематика вся взаимосвязана между собой. И некоторое время назад в нашем университете был подготовлен учебник цифровое право, первый вообще в России учебник по цифровому праву. И понятно, что краудфандинг, краудинвестинг, конечно, это те явления, которые осуществляются с помощью цифровых технологий. И поэтому в качестве дополнительной литературы я могла бы адресовать к учебнику цифровое право, он есть в нашем университете, библиотеке, нашего университета, конечно же, к учебнику Ольге Миколаевне Авторскому, да, там эта проблематика будет тоже представлена. Ну, у меня представлена в большей степени проблематика, связанная с традиционными инвестиционными фондами. Что касается краудфандинга и разных цифровых платформ, вот сейчас как раз я занимаюсь исследованиями вот этой темы. И вот мы недавно с моей коллегой, уважаемой Еленой Викторовной Олейник, принимали участие в конференции ГУДН и выступали там с докладом о тенденциях цифровизации в праве. В том числе мы рассматривали там вопрос о таком явлении присутствующем у нас в мировой практике, как о децентрализованной автономной организации, или так называемой ДАО, которая рассматривается как некая альтернатива традиционной корпорации, то есть управляемая с помощью программного кода организации и смарт-контрактов, в которых есть участники, принимающие там участие в голосовании по определенным вопросам. А результаты голосования уже обрабатываются в программе и реализуются с пользой смарт-контрактов, то есть автоматизировано. И вот в этих организациях отсутствует единоличный исполнительный орган и вот совет директоров тоже такой традиционный, как правило, отсутствует. Очень много по поводу этих организаций. Мы нашли публикацию в системе «Привостло», в которое у нас есть доступ для мегистрантов с помощью нашей библиотеки, да, вот так называемых библиотечных ресурсов. То есть там можно очень много найти литературы именно посвященной этому вопросу, вопросам и хатикалотфандинга тоже. Вот я встречала достаточно много статей, посвященных. И вот в сборнике конференции «Рудурен» будет наша статья с Гелендиной Триналине, посвященной цепровизацией в корпоративном праве. То есть там вопросы эти рассматриваются. Вопросы все добавляются, добавляются. Появятся ли индивидуальные инвестиционные счета, которые будут своеобразной заменой накопительной части пенсии? Ну, сейчас обсуждается вопрос, но пока вот такой точной информации для них. Насколько они реально появятся и насколько они полностью заменят, да, в том, как это случается в пенсии. Возможно ли в связи с прошлогодними изменениями появление деривативов, которые в качестве базисного актива будут иметь цифровые валюты? Ну, цифровые деривативы уже, они присутствуют, да, то есть они есть, они появились уже давно достаточно, но проблема в том, что вот в настоящий момент у нас сейчас Центробанком урегулированы только производные финансовые инструменты по поводу фондового рынка, да, существующего в сфере фондового рынка, товарного рынка и валютного традиционного рынка, да. То есть положение Центробанка о видах производных финансовых инструментов, оно предусматривает вот деривативы, вот эти традиционные, да, цифровые деривативы, такого вот регулирования в настоящий момент не имеют, да, и здесь появился у нас федеральный закон пока что, да, базовый цифровой финансовый актив и цифровой валюте. Я думаю, что в развитии положения этого закона будет иногда подзаконно регулировано, потому что в большей степени, конечно, у нас сейчас деривативы или производные финансовые инструменты на подзаконном уровне вот так, как Центробанка урегулированы. Если перспективы УСПАК в России, SPAC, который, я не знаю, что это такое УСПАК, еще раз, SPAC, пожалуйста. Если я расшифруюсь, уважаемые авторы, попробую. Мы аббревиатуру прочитать не можем, так и хочется сказать по-английски, вот это стенд фор, и мы вам сразу же ответим. Хорошо? Большое спасибо, Маргану Михайловну, за очень развернутые обстоятельные ответы вам говорят наши участники. И скажите, пожалуйста, все-таки, если мы вернемся к этому учебнику в качестве метода, технологии, скажем так, которую вы использовали, заявлен комплексный подход, каким образом удалось реализовать на уровне учебника глав совместной работы? В чем выразилась комплексность учебника? Я думаю, что у всех наших авторов свое представление о комплексности. В какой-то степени я уже, наверное, на этот вопрос отвечала и затрагивала. Это и привлечение авторов, которые творят, являются учеными, представителями различных отраслей права. Разные научные школы представили свое видение. Ну, может быть, мои коллеги продолжат, насчет комплексности расскажут. Опять же, извините, я сейчас... Недвижимость и ценные бумаги, да, вот соединены, вот казалось бы, сложно соединимые вещи, но тем не менее происходит инвестирование там и там, и вот нам хотелось все это рассмотреть. Да, ну, переходя к комплексности, поскольку, вернусь немножко к предыдущему вопросу, то, что говорил как раз-таки от магистрантов, я хотел просто вот буквально прокомментировать коротко о том, что с данным учебником, естественно, можно ознакомиться и в библиотеках, не только нашего университета, но и в... Если это обучающиеся, допустим, другого университета, библиотеки этого учебного заведения, то данный учебник, он, поскольку издан из Дальцевского проспекта, есть у них специальный сайт электронно-библиотечная система проспект, где как раз-таки к этому учебнику есть свободный доступ, да, и поэтому его можно читать и в электронной форме. Говоря о комплексности, здесь я, наверное, поддержу Инна Владимировна в том, что вообще проблематика инвестиционного права, она очень широкая, да, и если посмотреть учебники, которые пишут по инвестиционному праву, они все по характеру глав, да, они имеют какие-то тенденции, где-то больше у нас недвижимость апеллируется, да, где-то больше инвестиционный, больше у меня ценные бумаги. Мы хотели вот наш учебник сделать таким, все эти вот позиции учесть, да, и посмотреть наши вот структуры, да, наши 15 глав, они все по-своему немножко автономны, но в общем находятся тематики инвестиционного права. То есть здесь у нас ценные бумаги, у нас какие-то общие положения. И тоже сейчас набирают популярность различные территории со специальным правовым режимом, аж тенденции предпринимательской деятельности и у нас с проблематикой правового режима, да, то есть как мы можем поддержать предприниматель в этих зонах, да, для наэдапии инвестирования. То есть и как раз таки авторский коллектив, да, который здесь представляют ученые, да, которые занимаются проблематиками не только предпринимательского права, да, и это международное право, и конкурентное право, и какие-то экономические науки тоже здесь у нас представлены. Я бы, наверное, ответил вот в опыте с двух аспектов. Это авторский коллектив и возможность как-то в одном учебнике отразить вот эту вот широкую проблематику многоаспектность именно инвестиционного права в целом. А я бы еще, наверное, добавил третий элемент. Это то, что представлено и российское право, и наднациональное право, и мы обращались в право зарубежных стран для того, чтобы вот, собственно говоря, показать, а что же происходит там. Кстати говоря, у нас очень часто говорят об иностранных инвесторах, это правильно, это нужно обсуждать, изучать, но не менее важна проблематика инвестирования наших российских граждан за рубежом, да, вот этому, кстати, аспекту меньше уделяется внимания, а это тоже очень-очень важно и интересно, да, вот поэтому комплексность во многих своих проявлениях, в сторонах, аспектах, стараясь ее показать в учебнике. Ина Владимировна и Ваши коллеги по авторскому коллективу, мы, когда встречаемся по поводу публикации Вашей кафедры, так или иначе затрагиваем вопросы, связанные с новыми формами учебников. Каким должен быть современный учебник по инвестиционному праву, как Вы относитесь к изменению форматов учебника. Мы слышали на прошлой встрече, да, что игра с форматами может привести к потере академичности, а может, наоборот, к повышению практичности учебника. И, например, учебник по инвестиционному праву можете еще раз, может быть, обозначить, или может быть, уже появилось новое мнение по поводу изменения форматов и новых способов взаимодействия с ЧТО. Что касается формы изложения материала, то вот этот учебник «Инвестиционное право» скорее тяготеет к традиционной форме. Вместе с тем здесь очень много и практик ориентированного материала в виде, как я уже говорила, неких ссылок. И я очень надеюсь, что в электронной форме это гиперссылки, через которые можно выйти на соответствующие сайты и поупражняться, либо посмотреть, получить дополнительную информацию. В учебнике есть схемы, в учебнике есть таблицы, там, где это уместно сказать, что этот учебник абсолютно в новом формате написан «Я не могу», но мне представляется, что следующий шаг – это мог бы быть появление цифрового учебника. Именно не переложение вот этого традиционного бумажного носителя на цифру, а именно цифрового учебника, где можно было бы не только получить знания, но и определенные навыки, что-то сделать, выполнить какое-то практикоориентированное задание, протестировать себя, перейдя от одного фрагмента к другому фрагменту. Но, в принципе, я считаю, что мы могли бы организовать отдельную встречу, может быть, поговорить о различных форматах учебников, да, о преимуществах, о преимуществах, недостатках различных форматов, и вот именно на этот аспект, на такой вот аспект, можно сказать, педагогический, подачи материала и вот акцентировать свое внимание. Если можно, я дополнительно тоже свое мнение некое выскажу. Мне кажется, вот такие новые формы учебников, они хороши, но мы не должны полностью отказываться уходить от старого. Я бы хотела, честно говоря, от этого протестеречь. Почему? Потому что, ну вот мы сейчас все на себе ощутили последствия пандемии и вот вынужденной самоизоляции, в которой мы находились, и там прикованность к компьютеру постоянная, да, она, в общем-то, не влияет положительно на наше здоровье, да, и вот прежде всего пострадали, конечно, пострадало зрение у многих. Преподаватели у нас тут неизвестные, по себе-то уже знают. И поэтому традиционные. У вас там не очень пострадало зрение, судя по всему, у нас Андрея Юрьевича гораздо больше. Я просто в линзах, и они у меня теперь и плакаетные, то есть и на плюсы, и на мин. Вот теперь уже такие вынуждены носить. Вот, потому и еще раз хотела вернуться к тому, что все-таки, ну, пожалуйста, давайте не будем отказываться от традиционных вот таких бумажных форм. Они очень, ну, во-первых, никто не будет, наверное, спорить, что они гораздо безопаснее для нашего зрения и здоровья, да, и во-вторых, все-таки вот этих традиционных, вот нетрадиционных новых форм, да, мы приходим в некой кликовости, да, вот кликнули, получили какую-то информацию, кликнули туда, другое, и вот происходит какой-то такой психологический вот разлад, да, вот отсутствие целостности. Иногда целостность теряется, да, за этой кликовостью. Вот когда мы видим учебник полностью написанный, да, вот мы видим, какой он объема, мы видим, можем пролистать, посмотреть структуру его оглавления, да, вот здесь как раз он нас возвращает к целостному восприятию материала, и от этого, мне кажется, это будет очень нельзя. Всегда нужно оставлять, переходя к цифре, конечно, в каких-то моментах всегда оставлять альтернативу. Ну, согласен с Ольгой Михайловной, вместе с тем замечу, что очень многие студенты и традиционными учебниками пользуются в электронной форме. И наш университет, библиотека нашего университета представляет все возможности для студентов, для аспирантов с тем, чтобы доступ к учебникам был и на бумажном носителе, и в электронной форме, что, конечно же, очень удобно. И каждый выбирает по себе, собственно говоря, то, что ему комфортно, удобно, и как, собственно, воспринимается информация лучше. Не могу не согласиться с тем, что, потому что прочитанный учебник, это тоже некий такой психологический гарант того, что учебник прочитан, и вот он лежит, и к тому же нельзя не вспомнить, что знаменитый запах, ну да, знаменитый запах по краске, запах чего-то нового, нужного, надежного, и того, что будет нас сопровождать в процессе учебы, познания, совершенствования и так далее. У нас есть вопросы от аудитории? Пожалуйста, извините, пожалуйста, можно погромче, потому что как-то здесь у нас отопали его, может, ушу, и делать не очень слышно. Да, не очень слышно. Может быть, вы подошли бы поближе. Можно, пожалуйста, скажу сам. Подешите вообще про уме и вы, что вот разгон акций, превращение акций в азартные игры, вообще нужно ли как-то это регулировать, потому что вот Бимшок, наш университет, это недавно даже что-то дело за этим, потому что загнали, что-то все это упало, и явно остались очень люди, даже не остались, там кто-то даже обанкруется все совсем. Ну, то есть нужно ли вообще это регулировать, или будет действительно, что-то риски, и они пошли на это. Вы знаете, вот спасибо большое за вопрос. Я бы не сказала, что здесь прям вот отсутствует регулирование, регулирование есть, да, и регулирование в каком плане? Вот если говорить о биржевой торговле, да, и вот расходе на пирже, здесь есть у нас операльный закон, он достаточно что-то действует с 10-го года, противодействие неправомерно использованию инсайдерской информации, манипулирование рынка, да, и вот в этом законе есть запрещенный, как запрещенный, да, у нас вариант деятельности, это так называемое торговое манипулирование, когда создаются специально на торгах, причем, ну, закон этот, он касается у нас организованного традиционного рынка, да, который у нас регулируется с федеральным законом об организованных торгах, вот, но сейчас же у нас еще аналлельно развивается вот этот цифровой стихийный рынок, да, который не регулирует, и вот здесь, конечно, есть опасность, да, вот в этой плоскости вот такого рода операции, потому что они пока не попадают под действие федерального закона, вот этого 224 УФЗ, противодействие неправомерно использования инсайдерской информации, манипулирование рынка, да, и установлена у нас ответственность на уровне КОАП и на уровне уголовного кодекса за вот эти действия, в том числе, связанные с торговым манипулированием, но, как вот, практика показывает, достаточно сложно вот именно в рамках уголовного, особенно в производствах, собрать эту доказательственную базу, которая подтверждала бы факт преступления, да, наличие вот этих вот умышленного торгового манипулирования, причинившего крупный ущерб, и поэтому статья есть уголовная, а, как отмечают специалисты, то есть, следовав данный вопрос, в практике-то ее применения пока недостаточно. Мне кажется, здесь вот даже дело не в регулированности, а в том, что достаточно сложный институт, и вот наши правоохранительные органы, там еще мало изучены, и у них просто не хватает, возможно, знаний и компетенции для того, чтобы применять, да, вот активно вот эти вот нормы, которые существуют уже несколько лет, да, у нас в этой области. И второй момент, тоже есть определенные подвижки в защите инвесторов законодательно со стороны, другой стороны, да, путем внесения изменений в законодательство организационных бумаг. Вот сейчас у нас появился такой институт, он, в общем-то, скопирован, тоже не нами придумыван, а практически другие институты скопированы в западной практике, когда у нас инвестор. Прежде чем какие-то высокорисковые операции, часть из них прописана в самом федеральном законе, часть Банк России, в своих нормативных актах еще в воздухе дополняет, да, они должны пройти некий тест, тестирование на грамотность в сфере вот фондового рынка, да, инструментов, в том числе производных, да, финансовых инструментов. И если они проходят положительно этот тест, проводят его брокеры или управляющие, те, кто обслуживает, как участники рынка ценных бумаг, да, обслуживающие инвесторов, вот, при прохождении положительного тестирования они допускаются в совершении каких-то сделок, отвечающих вот критериям повышенного риска. Если они не проходят такое тестирование, соответственно, брокеры или управляющие не имеют права их допускать к совершению тех сделок, да. Вот. Тоже это, этот институт у нас недавно как бы появился в законе о рынке ценных бумаг, направлен на то, чтобы вот как раз предохранить, защитить инвестора от участия в каких-то вот операциях, отвечающих повышенному риску. Но он только начал применяться. Есть критика этого института. Некоторые считают, что вот люди сами должны, в общем-то, понимать, что, куда они, так сказать, принимают участие, да, причем сами оценивать последствия этих операций, которые они производят. Но вот, может быть, еще здесь играет роль то, что мы мало об этом, наверное, говорим, о том, что инвестиционные операции — это операции рискованные, где никто не гарантирует возврат назад к сумме инвестиций, которые мы вносим вот в качестве вклада, да. Ну, я думаю, что, Ольга Михайловна, вы сейчас внесли очень большой вклад в правовое просвещение по этому вопросу, так подробно прокомментировав, рассказав, ответив на вопросы. И у нас пришло пояснение, что же такое SPAC, Special Purpose Acquisition Company, компании необходимо выйти на биржу, но по каким-то причинам процедуру листинга проходить она не желает. Для этого создается компания «Пустышка», она выходит на биржу, далее проводится сделка слияния соглашения. Большой вопрос, пояснение. Первоначальная компания, ее акции уже посудят, торгуются на бирже. А вопрос в чем? Какова перспектива подобного инструмента? Вы знаете, у нас есть, ну, наверное, с кожей в чем-то, как мне кажется, инструмент, он уже, в принципе, достаточно давно существует, специализированные общества, да, это как Special Purpose Vehicle, да, когда создается специальное общество хозяйственное, оно наделяется некими активами, и эти активы выступают обеспечением исполнения обязательств по облигациям, да, и вот с этим облигациями данные СПВ выходит на биржу, да, и при этом вот оригинатор, то есть изначальный поставщик этих активов, он сохраняет некий свой статус, он не публичный, да, а вот это СПВ, которое, у него есть ограничения большие в хозяйственной его правосубъектности, то есть у него специальная правосубъектность, он в деятельность никакой предпринимательству вести не может, да, он просто существует только для того, чтобы обслуживать вот эти вот активы, которые являются обеспечены по облигациям, да, и выпускать эти облигации и обеспечивать доходность по этим облигациям вот неких будущих прогнозированных платежей, там, вот, ну, по абонентской плате, то есть самый за телефон, там, какие-то коммунальные услуги, за, там, по кредитам, те же самые платежи и так далее, то есть этот инструмент, он применяется, и, в общем-то, я здесь, как бы сказал, что есть, да, и перспективы к дальнейшему его применения, и вот этих вот конструкций, когда потом у нас после выхода вот этой компании, специализированной на биржу, происходит некая реорганизация, вот здесь вот, конечно, сейчас у нас ограничения установлены для таких специализированных обществ, в том числе по реорганизации с другими компаниями, просто считали активов изначально, да, вот, насколько это с точки зрения, будет ли законодатель вот создавать специальные условия для таких схем, ну, я бы пока тоже подстриглась что-то говорить, у меня вот точная информация на это. Ольга Михайловна, я бы, знаете, как тоже вот поделилась по мысли вот этот институт, который, который как раз применяется в Соединенных Штатах Америки, здесь, наверное, все зависит от того, насколько это нужно рынку, да, насколько это нужно на практике, да, и, как мы видим, у нас последнее было IPO, там, фикс прайс вышел на IPO, да, и это было для нас знаковое событие, да, что-то мы вышли, то есть мы видим, что не так много выходит российских компаний на IPO, да, и это такой институт очень, ну, не сказать, что прям популярный, как, допустим, другие правопорядки, такой институт как раз-таки развит, да, я, наверное, поставил бы взаимозависимость вот этого, инкорпорация этого института, да, с увеличением именно такой инвестиционной активности на российской экономике, на российском рынке, да, поэтому, наверное, как только вот у нас уже будет уже IPO не такое, как знаковое событие, мы будем это читать, вот, там, что-то на IPO, там, Hunter или IPO или фикс прайс, то тогда вот этот институт, возможно, он будет интересен как раз-таки инвесторам, его могут тоже применять. Пока, наверное, здесь еще механизм, их пока, в принципе, достаточно. Андрей Юрьевич, я бы еще добавила, почему у нас такая низкая активность в плане IPO, очень мешает нам санкционный режим, да, и здесь, конечно, наверное, нам, может быть, взять сейчас пока курс на развитие внутреннего рынка, так что действительно нам очень вот урезают наши возможности вот эти вот санкции, которые бесконечно расширяются, и ни фондового рынка не касаются лучшего, правда, что они будут не расширяться, а напротив сужаться и, в конце концов, исчезнуть. Это можно надеяться только, но пока, мне кажется, ближайших каких-то подвижек, как-то будет. Ну, Игорь Михайлович, мы же не пессимисты, а оптимисты. На том стоим, да, и перспективы, я думаю, что... И в этой сфере у нас есть. Подход к исследованию, а оптимист, другая пессимиста. В целом, получается замечательной публикацией, которые выдавают огромный интерес. Нейтральный фонд. Хороший учебник. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые авторские коллективы, спасибо вам огромное за вашу активную исследовательскую политику, за активную позицию, за готовность приходить обсуждать и отвечать честно на не самые простые вопросы. Я думаю, Ольга Михайловна, поток студентов на вашей консультации еженедельной станет огромным. Напоминаю, пользуясь случаем, я напоминаю нашим студентам, что с нашими преподавателями всегда можно связаться через индивидуальные консультации или через заведующих капельных помощников. Корпоративные почты все на сайте опубликованы. Через корпоративные почты, научно-исследовательские наши кружки, студенческое научное сообщество. Мы обязательно передадим Владимиру Николаевичу пожелания по поводу возможности организации сотрудничества через как раз те самые отчеты и планы, которые мы ежегодно сдаем по научно-исследовательской деятельности. Сегодня, не поверите, мы только обсуждали, как же эти наши знаменитые отчеты использовать во благо, кроме индивидуального времени, сделать это каким-то образом еще и результатом корпоративного труда. Но вот будет еще и такой вариант знать, чем же мы занимаемся, чем мы интересуемся, что мы планируем публиковать. Хотелось бы, чтобы вы к нам приходили почаще с хорошими публикациями, давали нам возможность встретиться по очень серьезным поводам, очень важным поводам. Мы желаем вам успешной работы в рамках Московского юридического форума, успешных публикаций, успешных встреч и, конечно, тех условий, при которых все ваши способности, желания, все предпосылки к успешной и качественной работе будут реализованы. Спасибо большое. Мы в свою очередь благодарим всех, в первую очередь библиотеку, за организацию этого мероприятия. Приглашаем на площадке юридического форума, который уже действительно пройдет на следующей неделе. Надо сказать, что наш кафедр подготовил несколько очень разных площадок от семейного бизнеса, цифрового права до отходов, правового регулирования отходов. К слову сказать, насколько я понимаю, будет ездить некая машина здесь по территории университета, собирать отходы, которые нельзя просто выбрасывать в обычные баки типа ртутных градусников, батареек и прочее. Поэтому можно, это когда у нас будет 9 апреля, насколько я помню, можно будет 9 апреля принести все, что есть дома для того, чтобы вот утилизацией этих опасных отходов здесь непосредственно на территории университета не заниматься. Поэтому спасибо большое за внимание к литературе нашей кафедры, нашего университета. Мы очень надеемся, что у нас еще ждут другие встречи. Спасибо большое. Давайте читать. Приходите к нам еще. Спасибо. Спасибо всем, кто принял участие в этом мероприятии. Спасибо. Большое спасибо.